Hi, welcome back to my channel. Меня зовут Кирилл. В сегодняшнем видео мы поговорим с вами о фразе I can't imagine. Сама по себе фраза очень простая. Если я вам по-русски скажу дословный перевод, вы, конечно же, ее будете использовать. Но в речи, в своей, если вам никто не будет подсказывать, что в этой ситуации лучше сказать I can't imagine, я вас уверяю, вы никогда эту фразу не будете использовать. Потому что у этой фразы очень много оттенков. В зависимости от того, какой глагол вы с ней используете, меняется перевод. Главное, помните, когда вы изучаете какую-то фразу или слово, вы должны понимать смысл. А уже перевод это очень все субъективное и зависит от каждого человека. I can't imagine eating octopus, now that I know. I can't imagine eating octopus, now that I know. И здесь предложение дальше продолжается. Допустим, вы узнали о том, как в океане жизнь кипит, бурлит, что значит этих octopus. Octopus – это осьминог. Мало, в общем, их. И после этой информации вы насмотрелись, и вы говорите, что I can't imagine eating octopus. То есть, получается, о чем вы говорите? Дословно, то есть, вы даже представить себе не можете, как после этого вы будете есть. То есть, будете вы это есть? No. Здесь акцент делается на том, что я в жизни теперь не буду есть. Осьминога. Точно, смотришься ужасов. На National Geographic. I can't imagine doing your job. Вы разговариваете с человеком, может быть, с товарищем, с другом, и он вам говорит. А у вас работа очень, например, ну, врач, да, на скорой. Вы работаете, например, Cedars-Sinai, Los Angeles. ER. Чего вы там только не увидите. Так вот, вы говорите, I can't imagine doing your job. То есть, вернее, вам говорят это. То есть, в чем смысл заключается? В том, что человек говорит, что я в жизни вот такую работу, как ты, я бы не смог ее сделать. Но он не говорит, I would never. В принципе, вы можете сказать, но здесь уже будет другая коннотация. И для тех, кто говорит по-английски, вы это можете чувствовать. Допустим, у вас какой-то тест трудный по китайскому языку. Вам нужно кучу всяких слов запомнить. А вы оставили все на последний момент. Сидите где-нибудь там в библиотеке, где вы занимаетесь. Смотрите на карточки и говорите про себя. I can't imagine remembering all these words. I can't imagine remembering all these words. То есть, дословно, опять же, ой, я даже представить не могу. Как я запомню все эти слова, да? Но смысл, на самом-то деле, заключается в том, что вы говорите, да я в жизни этого не запомню. Кошмар, караул. Поэтому очень важно, очень важно всегда сравнивать все в контексте. Почему я вам пытаюсь хоть маленький какой-то контекст сейчас обрисовать, чтобы не было просто голая фраза без ничего. I can't imagine doing it myself. I can't imagine doing it myself. Какой смысл у этого предложения? Здесь человек говорит, что он в жизни самостоятельно, в одиночку, вот такого не сделает. То есть, получается, да? I would never do it alone. I myself, например. Can't imagine усиливает значение. Оно вам дает понять, что человек не то, что не сделает. У него даже в мыслях, в мыслях не будет. Он себе даже не представит такую картинку, где бы он это сделал. То есть, смотрите безысходность ситуации, как показано. Допустим, человек пользуется Apple продукцией, iOS, да, например. До этого пользовался андроидами. И говорит, например. I can't imagine ever going back to Android. I can't imagine ever going back to Android. Смотрите, здесь, получается, ever в качестве усиления стоит. Если оно вам сейчас мешает вообще понимать, выкиньте его. Без него тоже будет замечательно. Оно просто здесь, как говорится, for emphasis, для усиления значения. Такое, придание эмоциональной окраски. То есть, человек говорит, я в жизни не вернусь больше на Android. Но у нас в предложении написано I can't imagine. То есть, слова я себе представить не могу. Но вот смысл, что этого никогда не произойдет. Перефраз, если хотите. I would never or I will never go back to Android. Если вы заметили, глагол imagine, как и глагол stop, после себя любит подлежать, вернее, существительный. То есть, вы можете ставить существительное. Например, вот как существительное оно и есть, слово. I can't imagine a better investment. I can't imagine a better investment. То есть, лучшего инвестирования я себе представить не могу. То есть, вот вы говорите там про что-то. Это самый лучший вариант. Лучшего просто нет. Здесь существительное investment. Если вы имеете дело с глаголами, как от глагола сделать? Существительное, легко, добавляем окончание ing. Кому нравится, обзывайте это герунди. К слову англофона, когда изучают английский, ну, как вот вы русский в школе изучаете для себя, да, родная речь, назовем ее так. Whatever. Они никогда не говорят gerund. Герунди никто не использует. Это все для ESL. Понимаете? ESL, EFL, TESL, 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 whatever. Для тех, кто учит английский, как иностранный язык. Verb, ing обычно говорят. Поэтому привыкайте. В хороших учебниках, в современных, даже слово gerund, может быть, только встречается в заголовке темы, потому что люди многие привыкли, а в содержании уже verb, ing. Так вот, после imagine, I can imagine, verb, ing используйте. Не забывайте. То есть, ошибка будет сказать, I can imagine go, I can imagine eat, I can imagine do. Это ungrammatical. У меня все. Напоминаю, у меня есть инстаграм. Kirill's underscore English. Я желаю всем отличных выходных. Пока. I can't imagine going back into the dark ages. I can't imagine going through life. Honestly, I can't imagine going through what she did.